Статуя с Анастасиевкой. Ну, первое, поздравляю Динамо, очень хорошая игра. Получилась, наверное, у нас первая четверть. Мы выиграли 11 очков. И решающая, наверное, была третья четверть, где за, грубо говоря, там полторы минуты Курск догнал нас. Ну, то есть игра пошла очко в очко, плюс то, что они почувствовали свой бросок. И, ну, тяжело, конечно, стало играть, когда команда почувствовала свой бросок, когда игроки стали увереннее. Наверное, это было решающее полторы минуты третьей четверти. Вопросы к нас есть? Почему, собственно, Курск пошел в игру? Вот эти полторы минуты, что с вами произошло? Или все-таки Курск нагреско добавил, и вы такого не ожидали? Нет, мы ожидали, что, естественно, Курск проигрывает 11 очков дома у себя. Естественно, мы ожидали, что они будут играть более агрессивно. Мы ждали этого, но, как сказать, если Энджел забивает через руки трехочковые, то, ну, как бы, очень тяжело что-то сделать, когда игрок почувствовал бросок. Еще вопросы есть? Так, теперь, наверное, Джорджу. Анастасия, он, может, нажимает подсусть? Подождите, подождите, если он будет комментарий? Нет, это не мастер. Да, в мастер. Да, в мастер. В мастер. В мастер. Это не могу найти. В мастер. Первое, я думаю, что я потерял в игру, но я очень рад, что я увидел в игру в России, и я увидел так много фото, которые я знаю. Прежде всего, он хотел бы сказать, что он рад вернуться в Россию и видеть снова те лица, которые он уже видел раньше. Действительно, дружелюбные лица, дружелюбно настроенные люди. Я хочу поблагодарить Динамо и Курску за их победу, за их победу. Они сделали огромное инвестиционное 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 бюджет. И, конечно же, с хорошим работой для всех, вы можете видеть результаты. Он бы хотел поблагодарить Динамо за хорошую игру, поздравить Динамо Курск с победой. Действительно, Курск это одна из тех команд, у которых большой бюджет. И, собственно говоря, это действительно отражается на игре. И было приятно играть. Я думаю, что было очевидно, что случилось для всех в игре. Мы были очень хорошие планы в первую половину. Мы следили, что все планы были прекрасны. Но мы скрыли все в третьем квартале, особенно в первых 5 минутах, где мы позволили нашим противникам получить 23 пункта в первых 5 минут в третьем квартале. Первая четверть, по моему мнению, им удалось блестяще. Они и набрали очки, и шло все то, как они задумали. А вторая же половина, начиная с первых 5 минут, стала для них фактически провальной. И они получили 23 пункта в первых 5 минутах. Да, проиграли много очков. И даже, как я сказал моим игрокам, что это будет более тяжело для нас. Динамо будет более агрессивно. Но это не так, как сказать. И это не так, как сделать. И, в самом деле, мы играем очень жестко. Прежде всего, он игрокам своим говорил, чтобы они были готовы к тому, что Курск будет агрессивен, будет жестко играть и чтобы не допускали тех ситуаций, когда они могут быть мягкими. После этого мы должны идти играть. План изменился. Мы должны идти играть с многими рисками, многими триками. Некоторые из этих триками они успели, а некоторые из них нет. Так получилось, что им пришлось поменять план, которому они следовали. Несколько допустили, они оступились. И что-то им удалось, что-то нет. Но, конечно же, триками всегда большие риски. Так что мы получили риски и мы потеряли. Они понимали все риски. Понимали, что могут выиграть, а могут также и проиграть. Но в этой ситуации проиграли. Но, в самом деле, мы потеряли с момента, когда мы позволили Динамо вернуться. Так как они пришли. Очень быстро. Все потому, что Динамо, как Анастасия говорила, почувствовала свою игру. И, получается, после атаки были быстрыми и возвращались. Так же быстро. Пожалуйста, вопрос. Скажите, какая задача у вас сейчас стоит в Евролинии? И теперь, как ваша цель в Евролинии? Вообще, вы должны идти степо-степо, чтобы закончить второй. Так что вы можете получить преимущество в игре. Они следуют поставленной цели шаг за шагом. И сейчас для них основная цель – быть вторыми. Но, естественно, это плыв. Коллеги, еще вопрос, Джордж. А продолжайте следить за выступлением своей высшей команды Оренбургской надежды. Так что вы следите за результатами Оренбурга? Да. Он следит за всей лигой, не только Оренбургом. Пожалуйста, Михаил. Да, Джордж. Здравствуйте. Оренбург, Михаил. Я комментирую игру. Да. И я хотел бы спросить вас по дачам. Вы сегодня, на мой взгляд, все-таки подготовили сюрприз и сделали его благодаря своей защите. Благодаря тому, что к большому перерыву вы вели 11 очков. Но… Да. Сегодня, в его мнении, вы готовили сюрприз и это было успешно до второго периода? Угу. Но, начало третьей четверти, вы сказали, да, и все это видели, что это был провал. Так вот, вы готовы взять на себя вину? А если нет, то кто виноват в том, что пуск нащупал трехочковый, а вы не так сыграли здорово в защите? А. Чтобы кто-то… Что ты понимаешь? Это проблема в… В самом деле, в предыдущем его плане… Before we plan, the game give solution to the player with his heart. Okay. Как я объяснил, в третьей четверти, мы играли очень, очень слабо. Мы двигались очень слабо в облажности, мы двигались очень слабо в защите. Мы думали, что это начало матча и теперь мы начнем играть, но это было так. Особенно после того, как наши противники пришли и играли очень-очень агрессивно. Играли в нападении, также медленно уходили в защиту, собственно говоря. Это понятно, спасибо. А дальше что было? Дальше был разрыв всего лишь 5 очков и этот матч в принципе можно было доигрывать до победного. Что сделал Курск такого, что не позволил вам победить? Что сделал Курск? Первое, поэтому я сказал, что матч потерялся в этот момент. Потому что в этот момент баскетбол, кроме клана, как я уже объяснил, кроме сердца игроков, который должен играть все время и играть очень агрессивно. Это также очень психологический спорт. Баскетбол – это очень психологически сложный вид спорта. И иногда, когда игроки действуют агрессивно, иногда, когда они быстрые, невозможно предположить, что будет дальше. Поэтому план меняется и нельзя сказать, что именно в третьем периоде они проиграли. Как бы все это как совпал. И психологический аспект все время позволяет или назад, или вперед, или вниз, или вверх. И иногда, когда играют хорошо в защите, они набирают. Потому что баскетбол – это единственный спорт в мире, который иногда таргет баскет. И иногда, для игрока, зависит от психологии, он выглядит маленьким, как ринг, и иногда, как баран. Иногда все зависит от физического состояния игрока и психологического аспекта. Иногда все это влияет. Иногда корт похож больше на кольцо. Иногда больше. Как вы оцените курских болельщиков? Что вы думаете о Курске и фанатах? Я очень люблю играть в России, потому что фанаты всегда поддерживают их команды. Они известны хорошие команды, которые приходят сюда. Это очень хорошая атмосфера. Иногда в моем стране, в Гристе, в Туркии или в Сербии, случаются чудесные вещи. Он считает, что в России все болельщики поддерживают свою команду, что они знают всех игроков и также все команды тоже приветствуют. И действительно атмосфера замечательная. Какой результат достигнут в Евролике в этом сезоне? Будет оцениваться как положительный? Какой результат достигнут в Евролике? Да, да. Так что, это не важно для нас. Прежде всего, мы должны победить в ПРАГ. И, конечно же, ФКУРС нам позволяет победить в ПРАГ. И, конечно же, мы можем победить в ПРАГ. И, конечно же, мы можем победить в ПРАГ. Поэтому мы можем победить в 2-м. Но, я думаю, в 3-м. Если мы победим, то мы можем победить в ПРАГ. Ну, естественно, цель – это выиграть в ПРАГе. И он считает, что в плей-оффе... Я надеюсь, ФКУРС может сделать фейбол и мы будем победить в ПРАГе. В ПРАГе тоже мы выигрываем, надеется. Пейток. Удачное выступление в Евролике. Все, спасибо. До свидания. Спасибо. ДИНАМО! 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 ДИНАМО Я думаю, что в первой половине мы потеряли много простых ударов, и это не было от нас, играли в дефенции. В первой половине у них не было достаточно концентрации, но во второй половине не достигли достаточно концентрации для того, чтобы меняться в защите. И чтобы хотел стоять тому, как играли в трехсекундной зоне команда соперников. Так, вопросы, Епифанич, пожалуйста. Да, Михаил. Я хотел бы вас спросить, вот сейчас абстрагируйте, что здесь Лукас сидит. Нам нужно точно знать, что было сказано вам в раздевалке, либо тренером, либо кем-то еще, что команда вышла на площадку, и она стала совершенно другой, и она выиграла третью четверть разницы в 25 очков. Не подумайте, что Лукас сидит рядом с вами, но скажите, что кто-то сказал, что вы вышли на вторую половину и выиграли другую игру, и выиграли три пункта. Да. Угу. Угу. Она говорит, что мы просто почувствуем, что у нас есть способность обыграть в такой ситуации. Тем более, обычно она в раздевалке спокойная, но она обратила внимание на то, что центровые игроки часто были причиной того, что они получали много фаллов. Она обратила на это внимание и все-таки они нашли силы и способ для того, чтобы противостоять команде соперников. Еще вопросы, Эпифания? Нет? Да, Михаилович, пожалуйста. Как можно ее назвать? Скажите, как можете сегодня оценить игру именно российских баскетболистов в Динамо? Как вы можете оценить сегодняшний игр для российских игр? У нас одни из лучших игроки в России, и они помогают нам при подготовке к матчам, они помогают, когда выходят на площадку, поэтому мы получаем преимущество над другими командами. Спасибо. Нет, только по игре. В ГМК потом, они к нам еще приедут. Вопросы еще, Эпифания есть? Михаил? Нет, я все. Все? Спасибо. Продолжаем. Лукас Малтелло. Для начала несколько слов об игре, потом приступим к вопросам. Продолжаем. Вначале я хочу поблагодарить всех, чтобы было все, что было. Мы были очень хорошие фанаты. Вначале мы думали, что это было так, и не ожидали, что Фенербайдж играли в ритме, и мы играли в первую очередь, в ритме очень высокое. Сначала мы думали, что тактика совсем другая, когда мы уже вышли на площадке, заметили, что у Фенербайджа другая тактика, которую мы ожидали, поэтому такой результат. Это нас чуть-чуть беспокоило, поэтому Фенербайдж сделал этот шанс, чтобы сбросить легкие канасты. Это было очень хорошо, потому что они играли на площадке, и мы, когда мы были близки к нашей канасте, мы не смогли хорошо защитить. В следующем году мы говорили о том, что мы могли сделать это, как Фенербайдж. Сначала тактика поменялась, нам нужно было разрушить ее, защитить Фенервачи и получить более легкая игра. И лучше защитить наш час площадки. На две первые четыре раза мы не смогли давать баллоны внутри, чтобы создать игра. Мы начали давать баллоны на пивот, чтобы создать игра. Мы создали лучшие места и лучшие удары. На две первые периоды у нас игроки как-то не сошли, не могли попасть в ее территорию площадки, поэтому мы поменялись. Тоже тактика в атаке и начали дальше идти, чтобы получились большие шансы с оборудованием. Мы получили выиграть один из самых лучших командов из Европы. Они поисковые, ктоит, как можно делать. Выплосит от других компаний? Эти финансов не наличие. Нет, они не оценят финансовый и сильные. Главное, они сами финансовые. И сомнение. Это очень важно, что Сielца и Гракова получили такой результат. У нас пока 11 побед, но мы пока еще не победим, и это надо нас раздаться как можно. Я очень рад и очень горжусь командой, потому что они так работали. Вопрос. А в чем причина таких перепадов в игре? Вторую четверть крупно уступили, третью четверть еще более крупно выиграли. Вопрос. А что это суда в игре? В первую очередь у него не было нотично, и в третьей серии у нас было не было. Я объяснила это. Урре... Уррея, я объясняю. Я объясняю. Уррея, я объясняю. Мы вышли на плане, и мы играем на ритме очень высокого, в первую и четверть. Мы не хотели бы, что Фенербатча держала этот ритм. Мы вышли с тактикой и очень сильно начали нападать. Мы не думали, что Фенервачия будет терпеть такую игру. Это нас очень удивило. Поэтому мы не могли ошибиться в легкой сброске. И они знали, как разрушить нашу шишку. Тогда на перерыве мы уже разговаривали с командой. И сказали, что надо успокоить и идти против Саши и Фенервачии. И чтобы они не собрались так легко. И чтобы улучшить и улучшить в офисе, мы говорим о команде. Боллы в лоу-посте. Боллы, лоу-посте, боллы, нека и пик-н-поп. Боллы, лоу-посте, лоу-посте и пик-н-посте, пик-н-посте. Все поняли? Все поняли. Примерно. Можно? Еще один вопрос. Пой игре, пожалуйста. Пой игре, давай. В социальных сетях ВКонтакте, группе Динамо, есть голосование на лучшего игрока матча. По мнению Лукаса Манделла, кто лучший игрок матча в составе Динамо? В социальных сетях ВКонтакте, группа Динамо, есть голосование на лучшем игре Динамо. Как ты думаешь, кто лучший игрок матча в Динамо? Это очень хороший вопрос, но очень трудно ответить на этот вопрос. Потому что в Динамо очень хороших игроков, но самый хороший игрок в Динамо – это команда сама. Самый лучший игрок в Динамо – это сам Динамо. Да, да. Последний вопрос, наверное. Ну да. Вопрос такой. Сейчас тренер Фенербахчи Дикилаус сказал, что несмотря на проигрыш Динамо, мы надеемся выйти из группы вторым номером. Значит, это что уже Динамо, в принципе, может считать, что выйдет лидером группы. Вопрос в динамо перед Фенербахчи дает, что «син importать результаты вarisей сегодня, они и захватят выйти из в 1990». Такого, это говорит, что Динамо подчащит первым? Нет, мы математически мы в секунду, и если мы победим в ПРАГА, мы первые, но если мы победим в ПРАГА, мы должны победить два последних соревнования, Скио и Гиор. Математически в секунду, и очень близко к первому. Точно сказать не можем, и что мы не первые. Сейчас, по данным, которые есть, статистика игры, мы находимся на втором месте, и что надо играть в НСУ. Математически, если мы проигрываем все матчи, мы уже не победим. И нам надо выиграть два из трех матч, чтобы быть первым. Либо выиграть в ПРАГА, и тогда мы первые. ПРАГА, первые, после Скио, Гиор. ПРАГА. Не надо спешить, шаг за шагом. Сначала ПРАГА, потом решили, что будет. Вопрос Михаилу, пожалуйста. Лукас, я хотел бы сказать огромное спасибо за сегодняшнюю группу, потому что она была лучшей, и, конечно же, по результатам, но, конечно же, по сценарию. Это первое. Да. Примерно, quiero agradecerte mucho, что было очень интересно. Не только за результаты, но и за камеры. И продолжение. Скажите честно, вот мы никому не скажем, в этой комнате это останется секретом. Нужен был тот технический фол во второй четверти, когда команда упала минус шесть, а потом стало минус одиннадцать в большом перерыве. И, в total, конфиденциальность, если этот четверт не выйдет, если была необходима техническая ошибка в втором периоде. то, что случилось было, что у меня было так много gallений и, в плане А, в плане А, в плане А, мы не дали, что мы научили идти, и у нас много нет, и у нас много жили над атакой. мы у нас ошибся и у меня есть полотенциальность. Так. Проблема в том, что команда очень сильно хотела выиграть. Вы говорите о 2.4. А, да. А, да, да, да. Техника. Необходима. А то, наверное, я думаю, что техника помогает. Смотрите, они работают очень очень трудно. Сначала вы можете сказать, что у студии очень трудная работа. Это тоже зависит от того, как у игроков эмоциональное давление. У студиателей иногда будут такие положительные, потом будут negативные. И тогда, т.е. Именно,, у нас нужно было бы так-то, чтобы их было бы так-то, потому что это было бы так-то. Согласовало, мне не понравилось оно бы так-то если я не могла бы перетоложить. И поэтому я провожал на технике. Я провожал на технике для того, чтобы не перетоложить дальше. То с такой менталитет, которой были судья, тогда он сам решил сделать технический фолк, чтобы они эту менталитет прекратили, потому что надо было прекратить. И это видно, что помогло нам, потому что, в конце концов, совсем другой стороны. Но самое важное, это было изменение в защите в третьем периоде и что у нас получился соброс. Когда вы выходили из раздевалки в большом перерыве, вы верили сами, что победа возможна при той второй четверти, при той разнице в счете в минус одиннадцать? Когда вы выходили из раздевалки, вы были уверены, что вы победили? Когда вы победили из раздевалки, вы были уверены, что вы победили из раздевалки? Уверен никогда, ну нельзя быть уверен никогда, потому что спорт такой. Но то, что я точно доверил, что команда смогла бы выиграть. Кроме американок, сегодня очень удачно сыграла Елена Сиак. И в защите, в нападении Гурдума практически не увидели сегодня. Уверен, что вы победили из раздевалки в игре? Уверен, что сегодня у нас была в игре, Елена Сиак. Да, да. Елена Сиак играла в игре, в игре и в игре. И мы думали, что, во-вторых, он был в игре. Уверен, что он был в игре. Да, Елена Сиак сегодня получила очень хорошую игра. Не смотря, что Груда там была. И она тоже прекрасно делала в защите, в атаке. И тем более после перерива. И вот он согласен с вами, что она замечательно сегодня сыграла. Очередной последний вопрос. Мы все ждем от Рукаса Мандела, когда он скажет, что наконец-то команда набрала отличную спортивную форму. Можно ли говорить после этой игры об этом, что команда находится в хорошей спортивной форме? Мы продолжаем ждать, когда Лукас уже скажет, что он уже достигал в максимальном потенциале спортивной форме. И он может сказать, что он уже достигал в результате, что он уже достигал, или нет? Нет. 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 booked. Да. Хотя мы, не rehearse, ну, это было плохо. И это если, на то же деле, мы былиreg cans one- gray, не говорят, что если бы не нужен пар Plursus, Вы говорили, что не было бы хорошо в уровне maintenable достижения команды, потому что мы сейчас хорошая команда и нам сказали, что это наш максимальный уровень, это совсем плохо. Но до какого степени мы будем улучшить, еще не знаем. Или вот такие вот напряженные варьбой нормативы. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА очень значительный. Сегодня у нас есть 5 пунктов. Вы хотите узнать, как ты чувствуешь? У вас есть партит, которые уже знаешь, что вы будете победить? Или у вас есть партит, которые вы должны бороться до конца? В принципе, есть партит, если ты играешь хорошо, то вы будете победить. Но в партитах, нужно победить на пистане. Потому что иногда бывает, что, по поводу того, что вы будете победить, вы будете победить. Сначала всегда помогут думать, что ты будешь победить. Но в этой игре нужно победить на площадке, потому что, когда есть такое преимущество, ты уже расслабишься, и тогда проиграешь матч. Эти победы, как сегодня, знают лучше, потому что у нас уехали, у нас уехали, и у нас уехали, и у нас уехали. Это очень хорошо. В этой победе, как сегодня, можно сказать, это самый хороший вкус, потому что мы боролись за это, мы нервничали, боялись проиграть, поэтому так получилось. Я предпочитаю выиграть с разницей 20 баллов, и не мучиться. Я просто не услышал от Эпифании Принц, но не то что нужного ответа, а ответа в принципе, она была предельно корректной. Мне бы хотелось... У вас там протокол же, по-моему, да? Да. Посмотрите туда, пожалуйста, и буквально два три слова... 19 баллов. Принц. Нет, нет, нет. О, российский баскетболист. Сегодняшний выступление. Оцените, пожалуйста. Египетболист. Он сказал, что, что-то... Далее, вы слышали о ответах, и они спросили о чем-то, что-то решили, но она ответила у него. У тебя есть протокол. И каковы ваши комментарии и комментарии, насколько вы пишете, что-то, я хочу сказать. Что-то, 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 что-то... Эпифания уже восстанавливается после травмы, которую она получила на колени. Видно, что она достигает уровня, который у нее был. В Евро-Лиге обычно играют 4 российских, плюс 5 легионеров. В этом матче, в этот матче, они не могут играть. Но в декабре, они помогают отдыхать, и они помогают защитить от болезней, без того, чтобы не потерять уровень. И это важно. И на сегодняшний матч, так как он получился, надо было, чтобы они поменьше играли, но когда они играли, очень нас помогли, помогли, чтобы легионеры отдыхали и защитить команды от пола, чтобы уровень команды не снизился. Сегодня, несмотря на то, что он любит, как Вадьева играет, против Груда и Вадьева. И Лавендер, то было видно, что Вадьева 19 лет, поэтому надо с ней тоже спокойно отработать, чтобы она достигла ее уровень. Я очень рад, что у них есть много игроков, что у них есть много игроков, и если они не подбавали, то мы не победим. И не надо забывать, что Динамо, эта команда, и все игроки, особенно российские, они все делают хорошую работу.